всем привет с вами нирыч и это продолжение темы с кастомной системы жидкостного охлаждения собранной из дешевых китайских комплектующих в прошлом видеоролике мы собрали протестировали все нас устраивает тот кто хочет подробностей ссылочка на видеоматериал в описании сегодня с чем я хочу заняться в общем имея вот такой вот тестовый стенд и он у меня пока что один единственный я что думал сделать еще один подобный чтобы был отдельный под водянку так как разбирать ее не вариант крайне не рекомендую собрали пусть говорится дальше работает но в любом случае нам ее нужно будет немножечко переделать вот все почему может я не хочу угробить еще один корпус посмотрел я у себя в запасах до кейсы имеются но все они довольно таки хороший и тут меня пришла в голову какая мысль а почему бы нам ее не установить собственно в корпус и да речь не идет о каких-то там современных где уже все предусмотрен наша тема это конечно же старые комплектеры некро железяки всякая ретро и тому прочее и вся система должна быть установлена в подобный корпус и вот что я придумал имеются у меня вот таких вот два корпуса от компании in win старые тяжелые с толстого металла еще с настоящего действительно годные кейсы несмотря на то что они отличаются по внешнему виду это по сути два практически одинаковых корпуса это чуть посовременнее вот это уже можно сказать динозавр ему как минимум 20 лет потому что в нем я покупал компьютер ради одной детали центрального процессора тут был установлен pentium 4 на ядре прескот частотой 3,2 гигагерца да на 478 сокете второй же корпус чуть посовременнее как видите вот тут наклеечка внизу имеется кор 2 дула и да тут был соответственно процессор кор 2 дула на 775 сокете видео про покупку компа вот в этом корпусе у меня на канале есть ссылочку оставлю конечно же в описании куда как говорится без этого здесь у меня была плата достаточно интересная asus p5 к который сейчас установлена как раз таки в тестовом стенде и мы тут недавно взяли 5 гигагерц на четвертом пендиуме что не может не радовать собственно разгон идет в гору и и изначально я хотел установить радиатор сверху корпуса то есть просверлить отверстие верхней части крышки установить сюда радиатор а далее все разместить но поковырявшись немного я решил поступить другим способом и сейчас покажу почему собственно магия монтажа вот так вот выглядят эти корпуса лучше разобранным причем в чем главный секрет нюанс так называемый да в том что это все предусмотрено заводом изготовителя то есть я разобрался корпуса не используя варварские технологии то есть ни одна клепка не была высверлена верхняя часть так называемая крышка не как на современных компьютерах она очень легко откручивается всего лишь двумя винтами и без проблем снимается при том корпуса остаются очень прочными конструкция моё почтение реально гений в свое время работали инженеры а такие вот добротные вещи и делали соответственно слева у нас более современный корпус и он нам немножко не подходит почему потому что него очень развитая корзина до нижнюю часть можно снять но по большей части здесь нужно уже демонтировать металлические части для того чтобы было больше свободного места оба они оснащаются сзади 120 миллиметровым вентиляторами на выдув вот спереди на вдув здесь по идее тоже 120 можно поставить но ты за этой кнопки спереди это решение кажется сомнительным вот поэтому и с этим все вышеперечисленным я свой выбор остановлю на вот этом корпусе в чем здесь нюансы кроется здесь такая да маленькая корзинка под жесткие диски она снимается и посмотрите как тут все продумано то есть это как раз таки место под установку видеокарты казалось бы корпусу больше двадцати лет а сюда до сих пор можно установить современное железо и видеокарту ну действительно серьезной длины дальше что у нас из плюсов почему я решил отказаться от того чтобы дорабатывать верхнюю крышку да просто-напросто размещу так вот радиатор двухсекционная вода здесь в аккурат становится недоставая до блока питания что не может не радовать и сохранится при этом возможность сборки корпуса обратно то есть возвращение к тому что было мало ли вдруг я захочу воду убрать а корпус соответственно продать мне он нужен больше как именно стенд для соответственно оверклокинга или разгона компонентов компьютера на какие-нибудь стяжки я поставлю сюда радиатор да вы скажете сверху радиатор будет теплый воздух забирать но вот эта часть у нас отдельная здесь можно ради эксперимента попробовать какой-нибудь экран сделать и отделив эту секцию грубо говоря что воздух забирал он только отсюда но это все говорится нюансы все будет тестироваться также по поводу обдува зоны в р.м. так как она очень сильно разогревать даже тут ребята из инвин очень сильно постарались обратите внимание на боковую крышку и сверху и снизу есть такие решеточки так называемые сеточки да здесь изначально стоит вот такая вот штука в свое время она очень интересно применялась то есть как раз напротив место где стоит радиатор центрального процессора а вот это так называемый экран не знаю труба которая грубо говоря изолировала выступление воздуха изнутри корпуса а напрямую подавалась грубо говоря холодный воздух который за пределами корпуса и только он получается задувался охлаждение процесса это конечно все круто очень хорошо но сюда можно без проблем установить 80 миллиметровые вентиляторы верхний соответственно будет охлаждать материнскую плату в зоне в р.м. центрального процессора а нижний при наличии мощной видеокарты горячий может и сахал дополнительно охлаждать и и также для охлаждения видяхи ну и общем комплектующих принципе можно спереди поставить 80 миллиметровый вентилятор сзади соответственно на выду 120 вопрос конечно хороший нужен он или нет в общем посмотрим дальше продолжаем плюс рассматривать данного корпуса в использовании без передней крышки беспластиковая как устанавливаются модули вот эти вот ну те что обзываются размером 5 25 дюймов и три с половиной дюйма например хотим установить сюда 9 привод ставим вот такие вот которые идут в комплекте салазки металлические так если не помню верхний ли в нижний нужно ставить уже вот так вот просто ставится а почему не смог я поставить в среднюю в нижнюю здесь вот присутствует небольшие заусенцы такая крышки отламывал сейчас мы их аккуратненько кусачками откусим и все будет нормально то есть вот поставили нужный сняли то же самое касается и устройств три с половиной дюйма это не обязательно флопик или какой-то картридер это вполне себе может быть жесткий диск на них соответственно такие салазочки поменьше то есть смотрите что получается корпус грубо говоря рассчитан завод на то что его можно превратить в стенд без каких-либо проблем и извращений также вот здесь тут имеются отверстия их тоже применю но об этом чуть позже когда непосредственно перейдем к сборке мы переходим к ней прямо собственно сейчас мертвые 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 а Звезды давят нам на грудь и пронахнут И воздух яда не как ртуть Сельзя свернуть, нельзя шагнуть И не пройти нам этот путь Такой туман Откуда шагнуть? Бог покажет путь Бог для нас всегда бесплодный Бог Наш брат заезд в дрожь Вдруг в начале года Нас добьет конкретный сильный дождь В общем, что и требовалось доказать Предварительная примерка показала, что длины шлангов нам не хватает Радиатор будет стоять вот здесь Вот насос, она же водяная сомпа Я планирую разместить вот здесь, ближе к краю Прямо вот так вот, в аккурат Соответственно, водоблока нам должно хватать, чтобы установить его вот в эту часть Нам ничего не хватает И по идее нам требуется заменить Лишь Один получается Нет, все-таки два шланга Вот этот вот нижний, короткий Нам нужно его удлинить В принципе, можно использовать вот этот Переместив его сюда А здесь более длинный поставить Но, в любом случае, сейчас нужно нам будет радиатор как-то временно закрепить здесь А перед этим слить системы воду А это, походу, будет жесть Ну, в общем, вот что у меня на данном этапе получается Вот так вот прихватил радиатор пока временно Да, все-таки по-хорошему Надо на какие-то кронштейны все это прикручивать Но, как говорится, колхоз дело добровольное И для чего я вот так вот разместил один из хомутов Я хочу проверить Как крышка боковая Закроется она вообще или нет Да, в принципе, без проблем Это единственное, я тут уже сам не могу попасть А не, вот, все, четенько встает Все отлично Соответственно, что? Можно не париться Не искать тут отверстия, ничего не сверлить А прям к краю, грубо говоря, четырьмя хомутами закреплять Помпа, как и планировалось Вот здесь вот будет у нас размещаться Водоблок примерно вот в этом районе А также Должна сохраняться возможность Что, в принципе, его А, ну, хотя есть, по сути, особой разницы нет Наверное, вот так вот, да Один шланг короткий будет сюда И, соответственно, два длинных шланга Нам уже нужны будут непосредственно к помпе В принципе, что касается использования старых шлангов Вот этот вот можно смело сюда крепить В принципе, наверное, лучше, чтобы внешней части радиатора Блин, вам все-таки ничего не видно В большей степени Да, скорее всего, для удобства установки Я сюда его ближе прикручу А что касается длинных шлангов То вот их надо уже вырезать новые Соответственно, тут Ничего не хватит по длине Даже если вот условно Водоблок будет стоять где-нибудь тут А, хотя, нет, в принципе, нормально Этот шланг еще можно использовать Вот этот, в принципе Короткий шланг, да И один останется отрезать новый Что, кстати, по качеству Вот сколько? Полтора месяца, грубо говоря, прошло По жесткости вроде ничего не поменялось В принципе Вот что новый, соответственно, шланг Который ни разу воды не видел Прогибается Что, в принципе, старый Вот, но все равно Вот я на них смотрю Понятно, они дешманские Наш девиз всегда таков Что по бичу собрать Но По-хорошему Я все более склоняюсь к тому Чтобы купить автомобильные шланги Бензомаслостойкие Которые внутри резиновые А снаружи, как такие тряпичные, черные Ну, они, во-первых, внешне будут Достаточно аккуратно выглядеть И меньше шансов на то Что с ними что-то случится От простой воды Если они, грубо говоря, рассчитаны на бензин Все, сейчас вырезаю шланги Сопоставляю все по местам Вот И дальше Если все, соответственно, нормально То заполняем систему Жидкостью На данном этапе Видим следующее Все, я шланги уже Накинул Ну, как накинул Я их уже нормально так туда Наживил Их осталось, грубо говоря, только Хомутами стянуть Только что касается помпы Здесь тоже всего идет шланг Кстати, если будете иметь дело С подобными То рекомендую Налить стакан кипятка И если плохо налазит шланг То в кипяточек его И одевайте Но помните Нюанс в том Что если он у вас будет Заходит туго и только на горячую То аппаратно вам уже его снять будет Проблема Скорее всего, придется Срезать Так вот, ближний шланг Соответственно Решил я никаких тут И этих переплетений не делать Соответственно Ближний сюда выход с радиатора Ближний выход с помпы Что касается водоблока То вот этот шланг, наверное, второй Скорее всего, нужно сделать покороче Что касается того, который идет в помпе В принципе, вопросов нет И сейчас я хочу Накинуть И примерить Непосредственно материнскую плату Какую-нибудь Да, в принципе, у меня тут парочка есть Вот я сейчас Давайте начнем с 775 сокета Потому что он Чаще всего у нас пока На подобном стенде бывает Так, установили Так И да Все-таки Этот шланг нужно покороче сделать На пару сантиметров, я думаю Да Так, давайте сейчас С немного другим расположением Разъема процессора Поставим плату Например У нас тут есть сокет Такой 1155 Так Вот Примерно Так у нас Материнская плата будет установлена Ну и да Если мы укоротим шланг Ну, наверное, все-таки Чуть меньше Не на пару сантиметров На сантиметр Потому что вот При таком расположении Все отлично Когда чуть выше проц И левее То Немного перегиб В принципе Что то и то не критично Но давайте Лучше укоротим На немного Так Вам ничего не поцарапать Вот И в принципе все Сейчас За кадром Закреплю хомуты Залью жидкость Прокачаю ее И уже Непосредственно При первом Запуске При проверке На Текучесть Так называем Мы с вами Собственно Встретимся Ладно Ну вот, братва Что у нас в итоге Получилось Системный блок Собран полностью Да Заняло это Чуть-чуть больше времени Чем я Рассчитывал Очень долго Я провозился С установкой Радиатора Окончательного Как видите Он тут немножечко Выпирает Но Если вот здесь Вот какую-нибудь Металлическую планку Поставить То в принципе Все Выравнивается Вот эти стяжки Толстенные Выдерживают Действительно Большой вес То есть Или Нагрузку Как правильно Будет сказано Извиняюсь За такую Колхозную Немного речь Но у нас Собственно И рубрика Называется Колхоз Что касается Регулировки Оборотов В этих Вентиляторов Я здесь Сделал Небольшой Реобас И вывел Сюда Небольшой Этот Переменный Режистор Чтобы Ими Управлять В случае Если будет Установлено Железо Более Современное Чем тут Здесь у нас 775-й Соки Сейчас Обосновался То соответственно Там Может плата Управлять Всеми Этими Вентиляторами Ну а так Лично для меня Допустим Удобнее Даже и на Современном Железе Самое Что Интересное Если Перенести Вентилятор Вниз А места Тут В принципе Достаточно Вот Дисковод Нам тут В принципе Особо Не нужен Но Его Можно Всегда Поставить Вот В нижнюю Часть И Особо Пространство Тут Не Закры И Также Хочу Обратить Внимание Насколько В аккурат Стал Блок Питания И Радиатор Еле Еле Его Сюда Прям Засунул На самом Деле Но Будучи Установленным Ничему Не Мешает Путем Нехитрых Манипуляций Мы Можем Превратить Этот Корпус Обратно В Его Заводской Вид Вуаля Ну За исключением Соответственно Верхней Крышки Потому Что Поставить То Мы Можем Но Продуваться Тут Ничего Не Будет Прикол В том Что Смотрите Какой Эффект Получается Грубо Говоря Волк В овечьей Шкуре Какой Это Непонятный Древний Системник Внутри Это Может Стоять Не Какой Нибудь Райзен 5600 И Видеокарт Какая РТХ 3060 Да 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 Не Удивляйтесь Может Быть И Такое И Я Сейчас Хочу Показать Возьму Рулетку Какую Максимальную Длину Может Составлять Здесь Видеокарта И Я Честно Был Немножечко В шоке Практически 400 Миллиметров Даже Чуть Чуть Больше Это Вообще Как В древнючем Корпусе Инвин Все-таки Делали вещи В свое время Ну и сейчас Я думаю Все дело Надо включить И продемонстрировать Вам Работу Какие у нас Тут получились Температуры И Прочие Прочие вещи На Вдув И На Вдув Вентилятор Я Ставить Не Буду Просто Закрою Боковую Крышку Компьютер Успешно Работает Как видите Корпус Закрыт Никаких Еще раз Повторюсь Вентиляторов На Вдув На Выдув Нет Да Шумы Конечно Жесткие От Вот Этих Вентилей Они Тут Маслают Навсю Но Понятное Дело Так Работать Постоянно Невозможно Быстро Кукуха Может Поехать Но Вообще Данный Системный Блок Я В принципе Планирую Использовать В разобранном Виде И Как Можете Наблюдать У нас Идет Вовсю Стресс Тест Сколько У нас Тут Уже Практически 20 минут Теста Процессор У нас Не самый Холодный Это Двухъядерный Пенсиум Е6800 Он В принципе Работает На Достаточно Высокой Частоте Да Пусть Это Истоковая Но Все Ж 3,33 Гигагерца И Температура У нас Тут Плавает Держится В районе 45 Градусов Что Довольно Таки Неплохо Вообще Что Все То Что Ниже 50 Градусов Это Ребят Замечтательно Если Что Вдруг Кто Не Понимает Это В Нагрузке Проц В Простое У него Температура Ниже Чем Даже У Материнской Платы Вот Сейчас Тест Вырубил Сейчас Увидите Как у нас Температура Спали Резко Вот Пожалуйста 31 Градус 32 Ну Сейчас На него Стаканец Это Все Таки Водное Охлаждение Лишь Жидкостное Как Правильно Обзывается И Плюс Не надо Забывать Такой Нюанс Что У меня Установлен Водоблок Алюминиевый Вот Был бы он Медный Было бы Все Совсем По-другому Вот Как можете Видеть Никого Я тут Не обманываю Сейчас Даже Подождите Попробуем Включить Подсветочку Да Чтобы Лучше Видеть Вот Неких Вентилей Все Чисто По-спартански Вот Все Оно Вот Так Вот Работает Ну А что По этому Поводу Скажете Вы Напишите Соответственно В комментариях Все Если Вам данный Видеоролик Понравился То Можете Поставить Лайк И Подписаться На Канал Продолжение следует